Сегодня мне максимально лень монтировать обзор, поэтому я надеюсь, что я как можно меньше буду шмыгать носом, иначе я опять буду его сто лет как бы монтировать, а мне хочется выложить его сегодня же, а уже три часа дня. Продолжение обзора вот на этого малыша, у которого есть брат, которого я вам уже показывала, но покажу ещё раз, хочу на чуть глубже, чёрт. Вот, здесь заполнилось чуть больше, чем уже можно для обзора показать, но я покажу вам только ту часть, которая для обзора, а другую покажу в следующий раз, потому что вот так вот, да. Ну, те, кто забыл, это Art Creation, что ещё? Ничего, найти бы где мы остановились, вот это всё было, вот это последнее. Дальше. Ага, у нас тут сразу начинаются приколы. Люблю этот разворот, потому что он, как по мне, невероятно классный. А я здесь всех, наверное, стройкиц нарисовала. С фоточки какой-то, с камбэка. Ну, типа, знаете что? Мне тут нравится Сэн Мин, как ни странно, потому что он, типа, норм. Чан, естественно, Хюн Джин нормальный. Вот те, кто вот... Чем дальше, как бы, тем хуже, потому что Лино более-менее, Феликс, ну, такой себе. Хан не похож на Хана. Это Чонин, это не похоже на Чонина, и на Чан Мина тоже не похоже. Ну, вот так вот. Но в целом, типа, прикольно. Оно так заполненно выглядит, мне очень нравится. Да. И продолжается моя, как бы, вот, любовь к простому карандашу, вот тут внезапная. Ага. Дальше полнорост, как были до этого, в предыдущем обзоре, но только вот такое вот. Это какой-то Чан в полете. Мне, кстати, тоже нравится эта картинка. Я, по-моему, мучилась с плечом, но я не уверена. Даже если мучилась, получилось вроде нормально. И лицо более-менее адекватное, ну, типа, оно не такое, что ты хочешь отвернуться и больше никогда его не видеть. И все остальное. Прикольно. Мне нравится. Я не помню, я не помню, фоткала я это в телеку или нет. Вот. Еще стейкиц. Тут мне пришли блестящие ручки, вот, видите, они блестят. Тут же пришли, не раньше же, я не помню, раньше были? Нет, значит, тут. Тут у нас... Вот кто это? Вот это Сэн Мин. Вот это, видимо, Хан. Хён Джин. Это кто? Это Феликс? Это какой-то малышечный Феликс, короче. Я не понимаю, это он или нет, но, как вы поняли, да, я не попала. Хан тоже очень странный, но, типа, миленький. Это же Хан, я надеюсь. Не помню, что за водка. Какие-то или с комбыкой, или с коллаборацией вот с этим брендом одежды, с которым у них там постоянная коллаборация. Вот. Так, да. Прикольно. Тоже. Мне тоже, как бы, нравится вот это, правда, непонятно кто. Ну, кстати, Сэн Мин хороший, внезапно. Я уже второй обзор подряд нахваливаю то, как у меня получается Сэн Мин. Я не думала, что он у меня нормально получается, но, как бы, это вторая картинка за сегодня с Сэн Мином, на которой Сэн Мин норм. Ладно, допустим. Почему? Какого хрена? А, кстати, дальше эта акриловая картинка, вот, видите, блестит, слино, которое прилипло. Я не знаю, какого хрена, но я вот так перевернула, начала что-то дальше рисовать, а потом смотрю, оно слиплось, и оно было как бы сухое. Оно лежало несколько минут, даже не минут, оно, наверное, час лежало или больше после того, как я это нарисовала, и оно точно высохло. Почему оно так прилипло, я не знаю, но тут, как бы, вот кусок фона-то ладно, его, кстати, надо закрасить, но я это никак не сделаю, видимо, не сделаю уже. Но вот тут вот на лено остались следы, это тоже можно закрасить, но всё равно неприятно. Мне не очень нравится, ну, по покрасу нормально, но мне, в принципе, не очень нравится, не знаю, почему, как-то странно. Здесь, кстати, тоже была блестящая ручка, не знаю, она, по-моему, уже не блестит, ну, не блестит. Она очень долго сохла, и я тут её смазала пару раз. Да. Дальше разворот 2, получается, разворот, а следующий тоже с IT, как я рисовала. Где? Вот тут со Strykits. Но со Strykits мне нравится больше, потому что в IT у меня мало кто получается. Тут подписано, в принципе. Боже, Санха вообще страшный. Санха вообще страшный. Её Сан тоже странный, я не знаю. Но мы быстренько их пролистнём. Минги, кстати, норм, по-моему. А все остальные нет. И Ханжун странный. Прости, Ханжун. Ну, короче, мне не нравится. Со Strykits было гораздо, гораздо лучше. А с этим я, типа, не попадаю вообще ни в какие черты лица, в их. Так что да. Мне, кстати, нужно бы понять, где там 40-ая страничка. А то я как бы сейчас запишу обзор просто на всё, что есть, а вообще-то не надо. Всё, я написала цифру 40 на той странице, где надо закончить. А тут Ханжун, который тоже очень странный. Ну, как будто нормальный, не знаю. Ну, по лицу мне не очень нравится, а так вроде и норм. И тут тоже блестящая ручка. Блестит же, я надеюсь. Ну да, вот, видите. У меня помешательство. А, я помню, что дальше, кстати. Дальше продолжение помешательства на блестящих ручках. Это Чан из клипа. Только вот из какого, я не помню. Ну, в смысле, из последнего камбэка. Но я не помню, это было в этом кейсе 143, или как он там называется. Или в каком-то другом. Короче, я не уверена. Здесь он просто закрашен весь вот этой блестящей ручкой, как вы видите. Если бы было не ей закрашено, я не уверена, что мне бы нравилось. Но так очень прикольно. Кстати, ручки вообще кайф, как бы. Потому что вот эта светлая, ей нарисована эта полоска поверх чёрной. И типа норм. Ну, типа, она очень плотная. Советую всем ручки за 120 рублей. Или сколько они там стоили, не помню, набор. Из-за того, что я быстро базарю, короче. Стараюсь побыстрее снять. У меня нихрена не получится побыстрее. Потому что... Ну, я знаю себя, да. Ну, в общем, дальше. По-моему, этот разворот я рисовала на видос. И что-то тут какие-то они все не очень. Я не понимаю, где кто. Но вот это, кажется, Ленобел. Это точно Чан, а вот это кто? Наверное, это Чан Бин. Но я только догадываюсь. Вот откуда руки растут? Точно не с того места, откуда надо. Ну, короче, так-то разворот норм. Но по похожести я, конечно, промахнулась. Капец. Ну, маленькие скетчбуки, знаете, он заполняется очень быстро, но... Но тесно. И маленькие лица получаются. Я, наверное, знаете... Я не хотела покупать себе Art Creation. Но, наверное, я куплю себе Art Creation все равно потом. Или вот этот аналоговый Брауберг. Который, типа, закос под Art Creation. Но он, типа, такой же. Но я не знаю. Они самые удобные из всех, которые существуют просто. Вот. Но теперь они стоят миллион. Хотя сейчас какие-то скидки на Wildberries. Но я надеюсь, они доживут до Нового года, в смысле, эти скидки. И не исчезнут. Стараюсь не шмагать носом. Мне просто очень лень вырезать все это. Тут какой-то левый пацан вообще. Я не знаю. Я что-то такая подумала. Ну, наверное, нужно нарисовать что-то свое. Нет. Все. Ничего своего. Я хочу рисовать только Банчанов. Но вот тут у меня был такой приступ. Не знаю. Вроде нормально. Мне как бы нравится. Но как бы зачем оно, я не знаю. Мне нравятся волосы тут. Они прикольные. И ноги. Я просто люблю теперь вот такие ноги. Вот такие вот, типа, в шортах. А с коленками. После того рисунка, где он тут. Вот этого. С Чаном. Я очень люблю эти ноги. Люблю их рисовать. Люблю на них смотреть. Они очень эстетично выглядят. Как по мне и в жизни, и на рисунке. Я вижу, что дальше начинается. Дальше начинается безумие. Я вам сейчас подробно покажу как раз все эти развороты. Предыдущий видос был про челлендж 100 фигур, который был у Хэппи Ксю в канале. И я такая подумала, ммм, надо снять. В общем, да. Вот. Как бы теперь у меня 13 листов заполнено вот так. Начала я, собственно, со стрейкиц. Я, в принципе, о них и думала, когда начала. И вот этот разворот мне нравится первый. Он, типа, прикольный. И тут достаточно яркий карандаш. И я еще не обленилась в край. Ну, собственно, тут, кстати, подписано. Это, по-моему, единственный разворот, где подписано, где кто. Но я хочу вам сказать, что оно, в принципе, и так. Ну, вот Чан, я точно как бы вижу, что это он. И Сэн Мин вижу, что это он. И Чан Бин вижу, что это он. И Хён Джин. Вот Феликс как-то непонятно. Чонин как-то непонятно. Потому что я подумала, что это Лено сейчас, когда посмотрела. Но это Чонин. Лено вот тут. У него такая рука тут. Просто я не могу. Ну, оно, конечно, очень мелкое. Мне пришлось рисовать все это механическим карандашом. Типа вот такого. Ну, не конкретно этим, но и этим тоже. Но вообще, я не люблю механический карандаш. Потому что он не дает вариативность линии. Вот так скажем. Да, поэтому я люблю классические вот такие вот. Которые, видите, вот заточенные прекрасно просто. Кстати, точить ножом карандаши вообще-то круто. Знаете почему? Потому что можно сэкономить на точилках, которые ломаются каждый раз. Вот. Что еще, собственно, сказать? Ничего. Они прикольные. Мне нравятся. Дальше пошли. Тут еще дохрена таких. Но я не все вам покажу, кстати, в этом видосе. Потому что они влазят все в эту часть скетчбука. Дальше один из моих тоже самых любимых разворотов в этом челлендже. Это тоже Стрейк Китс. Как видите, это из Сори Ай Лав Ю скриншот. Вот с этого видоса. Я уже рисовала его. Сейчас я покажу тем, кто не видел прошлый обзор. Сейчас. Где оно тут? Так, ну это, по-моему, дальше. Спойлеры, спойлеры. А все это можно посмотреть. Вот это вот я рисовала, как бы. Это вот первые четыре. Первых четырех. Я все ради кофты Лино рисовала, да? И здесь я вспомнила опять про этот скрин. Я его, если честно, я бы еще раз его нарисовала. Потому что мне очень нравится, как они, во-первых, тут выглядят. Как многие одеты. Допустим, кофточка вот на Лино. И вот как он выглядит. И вот Чонин, по-моему. Мне очень нравится, как выглядит. Вот это я не понимаю. Сен Мин. А вот это кто? Я не знаю, кто это. Вот это Хюн Джин. А вот это кто? Хан? Нет? Не знаю. Или вот это Хан. Ну все, теперь спойлеры. Челлендж просто угадай мембера без лица, как говорится. Так и с лицом иногда непонятно. Короче, разворот вот этот тоже прикольный. Вот первые два, они вообще топ. И здесь, кстати, вот еще голубая ручка. Ну, сори, я лавью у меня с голубым-синим каким-то ассоциируется. Наверное, потому что сам видос, где они поют. Как бы снят в таких, как бы, цветах. Дальше начался прикол. Я подумала, ну, наверное, не стоит рисовать все статичное и что-то разнообразить, как бы. Но потом я от этого отойду. Я взяла скриншот с какой-то дэнс-практики. Это, по-моему, изи. Во-первых, у меня не вставало на место плечо Чана. Потом у меня не вставало на место плечо... Кто это? Лено, по-моему, был. И тут, кстати, не восемь человек, а семь вроде. Да, потому что один кто-то был сзади. Ну, как бы, так не считается. В общем, вот. Ну, как бы, видно все мои эмоции здесь. Я не знаю. Мне не то чтобы не нравится, но мне не нравится. Дальше. Это, по-моему, из более чего-то нового. Это тоже Стрикиц. Я вижу Чана Хёнжина, да. Вот это кто? Чонин? Или Сэн Мин? Нет, вот это Чонин. Это Сэн Мин, наверное. Я не знаю. У меня тут сплошная угадайка. Кстати, лист прям это прилипает. Тут скотч был приклеен. Ну, вот это тоже прикольно, кстати. Слушайте. Слушайте. Тут гораздо больше разворотов, оказывается, которые мне, в принципе, нравятся. Ну, опять, мне нравятся вот эти коленочки. Вот этот Феликс, кстати, тоже классный. Ну, не знаю, что тут ещё сказать про это. Дальше, по-моему, там, да. Просто гупники на районе такие. Я не знаю. Вообще угарно. И я не уверена, что вот это можно было считать как полноценные фигуры. Но ничего не знаю. Ничего не знаю. Вот так вот. Это читерский способ, но мне всё равно. Ну, тут, кстати, более-менее на месте плечо у Чана. А вот кто второй, не помню, но у него не на месте. Но тут ничего-то непонятное. Я дорисовала вообще это? Я не знаю. Ну, кстати, челы, вот кто вот тут сидит. Не помню, кто это. Раскепка, это наверняка какой-нибудь Чан Мин. Хотя нет, вот это Чан Мин. Они получились более-менее нормально. Как ни странно. Хотя, по-моему, Сан Минут это. Хотя мне казалось, что у меня сейчас фигня выйдет. Оно, конечно, очень смешное. Я смотрю на эту страничку, такая, боже. Но, ну, типа, не настолько смешное, что ужасное. Просто смешное. Дальше. Ага. Тут BTS. Мне вот нравится вот этот Тэхён, по-моему. Это же Тэхён. Вроде это Тэхён, судя по этим штанам. Вот эти штаны мне, кстати, очень нравятся. И Чимин, кстати. Я не могу. Я обожаю эти ноги вот такие вот. В шортах с коленками. Просто я не могу. Я не знаю. Ну, вы, наверное, уже поняли за весь обзор. Но я вам еще 30 раз скажу. Вот. Вот тут короткие ручонки. У Джей Хоупа это, по-моему, он... Ну, так, в принципе, нормально. Так, я вот не знаю, сколько там до конца. Ладно, еще не последнее. Ой, и следующее не последнее. Это уже IT's, по-моему. Нихрена непонятно, где тут кто. О, кстати, тут достаточно яркий, оказывается, карандаш. Потому что вот тут, видите, оно все светленькое такое получилось. И вот тут. Ну, вот здесь... Ну, тоже так непонятно. И мне казалось, что у меня, кстати, стал блиннее карандаш потом. Но сейчас я вот тут смотрю, и мне кажется, нет. Нихрена тут все просто черное такое. Но мне, как бы, это и нравится, да. Эйсис, опять же, говорю, у меня мало кто получается. И тут... Ну, хотя, мне кажется, тут более-менее понятно. Но я не уверена. Тут нет коленочек, поэтому этот разворот меня особо ничем не привлекает, в отличие вот от предыдущего. Следующий тоже Эйтис, по-моему. Тут вообще все какие-то очень смешные. Вот этот очень странный, что с ним менее. И вот этот тоже. У этого куда-то уехало плечо. А почему такая маленькая башка? Ну, короче... Ну, кстати, он тоже достаточно черный. Я это рисовала в промежутках между учебой, поэтому... Ничего не знаю. Ничего не знаю. И этот не последний. Боже, опять BTS. Тут подписано, что BTS. Ну, первый разворот по BTS мне нравится побольше. Я не знаю, мне кажется, к концу как-то стало похуже. Я не уверена, конечно. Ну, как вы видите, тут все стало статичное прям вообще. То есть меня хватило на два вот таких вот просто вот таких вот разворота. Вот этот и вот этот. А вот это что было? А тут было статичное. Вот это и вот это. Это мой максимум, да, все. Прикольные штаны вот так в клеточку, да. Больше... После этого... После вот тех разворотов все, все статичное. Тут даже у половины... Больше, чем у половины нет даже рук нормальных. Все, последний. Мне кажется, этот обзор очень короткий. Ну, ладно. Скоро будет следующий, скорее всего, потому что у меня уже там половина... Половина-половина заполнена, да. Тут, по-моему, тоже и Тис. Вообще, может показать вам сейчас? Нет, не буду. Тут тоже и Тис. Не понимаю, где кто. Вот этот Чунхо, кажется, и Юнхо. Все, больше не понимаю. Вот Ханжун. Иминги. Все, больше никого не понимаю. Давайте я для прощания где-нибудь открою. Только вот где, я понятия не имею, если честно. Давайте вот тут. Я надеюсь, я там не слишком сильно шмыгала носом. И я не буду вырезать это 10 тысяч лет. Потому что я не хочу. Если вам понравился этот видосик, то поставьте пальчики вверх. Подпишитесь на канал. Напишите комментарий, если что-то хотите сказать. Еще внизу будет ссылочка на телеграм-канал с рисуночками. Я, кстати... Я не знаю, меня потянуло на диджитал. Я не уверена, на сколько меня хватит. Но еще как минимум на один арт хватит. Если вы хотите посмеяться над тем, как уродливо я рисую в диджитал, то приходите. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok